В коллекции, конечно, было гораздо больше слайдов для его участия. Оля — это самый верный ревнитель санскрита среди московских ревнителей. Оля занимается каллиграфией уже два года. То есть, как я уже сказал, это направление изначально не характерно для Индии, но, тем не менее, наш наставник из Лумбай, Ачуд Палав, воспитал около 40 русскоязычных учеников, и среди них два наиболее способных — это Виктор Кочергин и Ольга Литвиненко. Ольга уже преподает санскрит, и я надеюсь, что наглядно покажет вам, что такое Деванагари, откуда оно вышло. То есть, что важно, получается, что для санскрита нет уникальной письменности. Есть арабский, есть арабица, но есть санскрит и нет санскритицы. А как, собственно, бывает, покажет Оля. Спасибо. Еще раз представлюсь, мой зовут Ольга Литвиненко. Волею судьбы я стала преподавателем санскрита и преподавателем каллиграфии. Так что тезис Мартис Юрьевич о том, что он не умеет преподавать, не выдерживает никакой критик. Как вы услышали, два года у меня бросили на образу. Спасибо ему за это, и спасибо моим учителям. К сожалению, Мартис Юрьевич не рассказал, хотя я очень хотела послушать эту речь, о вселенной санскрита, почему санскрит считается совершенным языком. Перед вами схема. Перед вами схема расположения фонем, или в данном случае графем санскрита, написанной в Деванагаре как раз. Стройность санскритского языка заключается в том, что это точная, практически математическая модель звуков. Они четко сгруппированы по звонкости, вот у нас какой там, сформированы по ряда, по месту образования звука, перед вами еще схема, полости рта, и каждый ряд привязан к тому месту, где образуется этот звук. В каждом ряду каждая буква разделяется, начинается с глухих, глухая с придыханием, звонкая, звонкая с придыханием, и заканчивает в каждом ряду по пять букв. Ни один алфавит мира не имеет такой четкой структуры. Это свойство только санскрита. Если вы помните, мы учили английские алфавиты, немецкие, русские, естественно, АБВГД и ее уже занят колыбны, там совсем другая система формирования алфавита. В санскрите формирование зависит от места формирования звука и способа его воспроизведения. Поэтому это четкая математическая модель. Ну, если вы придете на лекции по практическому написанию буквы, то мы с вами это еще тоже подробно обсудим. Санскрит еще известен тем, что у него очень обширная лексика. Для одного термина до ста и даже больше синонимов. В русском языке, естественно, вы тоже знаете, есть такие традиции, но считается, что санскрит наиболее богат синонимами. Он богат не только синонимами, он богат сложными словами. В русском языке это нормальное для нас явление. В немецком языке это нормальное явление. Хлебоуглучные изделия, железнодорожный завод. Все эти слова нам с детства знакомы, никакой сложности не представляют. Но в санскрите это возведено в военную степь. Перед вами самое длинное слово на санскрите, состоящее из 195 графем, и внесено в книгу рекордных гимназов. Этот вариант разделен пословно для лучшего понимания, сколько слов в этом одном слове состоит. Из каких слов оно состоит. Это вариант записания на одной из систем транслитерации и азм на латинице, то, что незнакомым с дво-наперей человеком проще прочитать. К сожалению, я не смогу вам сейчас воспроизвести примерный перевод, но это что-то очень красивое, что лучезарные девушки сидят где-то на водопоях, и они настолько прекрасны, и все вокруг так настолько все прекрасно, что просто нет слов. Примерно такой смысл. И это все описывается одним словом. То, что обычно в письменных языках требуется одна, две, три, четыре страницы, санскрит передает этот нюанс одним словом. Это тоже особенный санскрит. Считается, что санскрит – мертвый язык. Но это не так. Потому что мало того, что санскрит является государственным языком одного из штатов Индии, существуют еще и семьи, и целые деревни, которые говорят на санскрите. Это помимо того, что ученая степень в Индии, филологов, индологов, санскритологов, защищайте исключительно на санскрите. Тот, кто не знает санскрит, тот не ученый. Это я еще не касаюсь священнослужителей, которые обязаны по призванию не знать санскрит. Вот вам, жители деревни, говорящие на санскрите. Так что, никакого не мертвые. И вот теперь я сейчас исторически могу перейти на конец. Тебе, что это такое Деванадырия. Не смогу прокомментировать этот слайд, потому что это изыскание Мартица Юрьевича. Он очень любит изыскивать различные старинные книги, привлекать людей для изучения шрифтов, не только восточных, но и разнообразных шрифтов. Это пример восточных языков письменных изделий в дни 1854 года. Ну, если кто потом закончит, после рекции я этот слайд поставлю еще раз, поближе подойдете рассмотреть. Там слишком много мелкого шрифта. Итак, откуда же взялась письменность Дванадырия? Считается, что она развелась из более древней письменности Брахмин. И, например, как вы, если изучали санскрит или Дванадырия, вы видели в интернете картинки, как здесь представлено на этом слайде, этапы изменения знаков Брахми в течение времени. Они не статичны, они менялись. Поэтому, чем больше менялся знак, тем больше менялась письменность, и оказывалось очень бассивное влияние по регионам. Поэтому много диалектов, много различных написаний и самих письменностей. Была ли письменность до Брахми? Конечно же, она была. Письма из Долины Инда не расшифрованы. Протоиндийское письмо считалось, что оно относится к дарвидийским языкам. Я не буду сейчас обсуждать археологический, исторический аспект и достоверность того, как арии пришли на территорию Индии, как они принесли свои знания. Факт тот, что в санскрите, в языке самом санскрите, много заимствований из языка дарвидийской линии и много заимствований из афро-азиатских языков. Дарвидийский, например, если кто занимался йогой, наверняка вы знаете такие асаны, как Данда Асана, Данда, это дарвидийское слово, Пангида, это тоже дарвидийское слово, корни дарвидийские, нечистый санскрит. В санскрит он вбирал в себя диалекты немецких племен, когда вы шествовали в сельдоне Индии. Особенность Индии в том, что, наверное, величайшая культура, которая изобрела устную передачу текстов большого формата. Поскольку самой письменности не было, вернее, она была, но она использовалась для административных, судебных, торговых дел, арикбеда все-таки священный текст. Это некое священное действие. И никто из брахманов, естественно, не мог допустить того, чтобы священные звуки переносились на какие-то материальные носители. Это было кощунственно. Поэтому долгие тысячелетия арикбеда существовала в устной традиции, никто ее не записывал, было запрещено. И только с приходом императора Ашоки в буддийский период началась история записи рикбеды на языки и материальные носители, которые существовали в то время. Поэтому устная традиция священность действия существовала отдельно, и в параллелье с ней существовала какая-то письменность. Проблема в том, что до определенного времени никаких письменных материальных доказательств этих письменностей не сохранилось. Носители этих письменностей до Инды, долины Инда или до Брахми возможно это связано с климатическими условиями. Носители были недолговечными, не было никакой необходимости сохранять их надолго, а период с 3 века до нашей эры когда появились индикты ашоки они высекались на скалах. Вот они скоро сохранились и считаются первым примером письменности древнеиндийской. Доказательством того, что еще до Брахми существовало множество видов письменности и люди пользовались этим письменностю, вот является буддийское сочинение Лолита Вестара где указано 64 разновидности шрифтов. Помимо индийских там еще упоминались иноземные шрифты. То есть шла активная торговля, естественно велась переписка, получались сделки и для этих целей письменность существовала. Но видимо она недолго сохранялась. Помимо более-менее привычного Брахми шрифта или кхарошки упоминаются такие интересные шрифты как манушья липи в форме человечков, бушпа липи в виде цветочков, но не сохранилось текстов, которые бы показывали как письменность использовалась. Расследить линию развития Деванаголя можно в такой примерной схеме. Когда появилась личность Брахми, это была имперская письменность, у Ашоки была задача унифицировать письмо на все территории своей империи, поэтому он изобрел имперский шриф Брахми, который с течением времени естественно претерпела изменения. Брахми распалась в основном на две линии, на северное и южное направления. Южное это как раз тамильские каноны и так далее и языки. К южному письму мы отнесем письменность Грандханг, я чуть позже покажу слайд с изображениями этой письменности. А вот как раз нас интересует северная линия развития. Считается, что Брахми распался можно условно это вся условная классификация. Каждый ученый по-своему классифицирует и временные периоды, и названия. Можно условно разделить раннее Брахми, Ашоки, позднее Брахми, это Гупта. Из Гупты письменность Шарады, Шарады, еще какая-то письменность зародилась. А из более позднего северного Брахми родилась письменность Ситхам. Я Ситхам как раз изучаю, очень интересная письменность, я ее изучаю с точки зрения каллиграфии. Она интересна как раз тем, что, зародившись в Индии, она проделала путь в Китай, из Китая в Японию, и до сих пор в японских сектах используется письменность Ситхам для написания буддийских текстов на сансквитском языке. До сих пор эта письменность активно используется, но уже в качестве каллиграфической. Остальные языки, то, что предшествовало Ситхаму, они уже умерли, письменность эта не используется, она трансформировалась и дошла до либо современных письменностей южных, либо до современного Деванаголя. И как раз Бупта и Ситхам породили письменность Деванаголя. И сейчас мы рассмотрим поближе, в чем разница между этими шрифтами. Эдикт Ашоки появились в третьем веке до нашей эры, как я уже сказала. И поскольку империя Ашоки покрывала большую территорию, включала в себя множество различных народностей, поселений, в основном эдикты высекались на четырех языках. Это и Брахми, и Хароштхи, а также греческое и арамейское. Чем интересна здесь Брахми и Хароштхи? Некоторые ученые утверждают, что раннее Брахми писалось справа налево, как семитские письменицы, а позднее Брахми уже традиционная нам слева направо направленность. А вот Хароштхи как раз семитское влияние возникло из армейского языка, оно писалось справа налево. Сама описанность Брахми не оставалась неизменной, потому что с течением времени в нее добавлялись различные элементы, усложнялась, дополнялась, и в итоге на этой иконографике видно, как из Брахми Ашоки оно постепенно через Брахми, через Гупта, через Сиддхам оно трансформировалось в Деванагри. Последний верхний слайд с правой стороны это как раз современное привычное написание Деванагри. Так выглядел Брахми на колоннах или на скалах. Как уже Мартус Юрьевич упоминал, глагол ликх это не только писать, это буквально трактование царапать, поэтому написание это царапание по камням. Уже гораздо позже в Индии появились другие материалы, на которых можно было наносить тексты это и пальмовые листья в основном в южных регионах, где этого добра было полно. На севере использовалась береста, как у нас на территории России. Их, кстати, очень красивые берестяные книги с утрами, с текстами выцерпанными и затертыми потом специальным составом красящим. Очень красивые книги. Не только на пальмовых листьях писали, не только на коре писали, кстати, береза, но также писали на медных пластинках в гималитексте. Так что с течением времени появились слабого носителя, которые можно изучать и датировать и использовать свои исследования. Это пример более позднего прахми. Как вы видите, он уже осложнен элементами, уже более изысканное, но все еще угловатое письмо связанное с тем, что все-таки высекали больше, а не писали. А вот этот пример как раз письменности в хорошихе, та самая, которая пишется справа на ее, все наоборот. кстати, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как возник вописк миспрах. Индийские ученые, естественно, любят превзносить и мистицизм в свои научные исследования и действия и утверждают, что брак не изобрели они, и кто больше, и никаких заимствований браками не было. западные ученые, естественно, самые большие скептики говорят, что нет заимствований были. Так что там идет спор о том, откуда и какие были заимствования в какой степени. Это как раз письменность ситхам. Как вы видите, здесь еще превалирует написание графемы по отдельности. Уже более сложное, мягкое, плавное написание отдельных букв, что требует, естественно, более гибких материалов, мягких. Очень красивое письменность. Надеюсь, когда я тебе покажу, как выглядит это в виде корреграфического произведения. Шарда одно из северных направлений развития шрифта Брахми. Здесь уже более привычные глазу элементы два мадри. Над буквами появляются горизонтальные линии или палубы еще называется. Появляются диакритики гласных красивые и уже начинается более плотное узнавание отдельных графем Деванагри. И вот наконец последний флаг в этом ряду в северном ряду письменность Деванагри. Это одна из один из мнозкриптов Шарда Фибака. Здесь я не могу сказать, что совсем уж классический пример письменности Деванагри скорее это художественная стилизация. Как уже сказал Мартус Юрьевич никакой необходимости как в арабском мире красиво писать священные тексты не было. Поэтому не было такого развитого каллиграфического искусства как Персия. И из-за того, что некоторые писцы не понимали, что они пишут, потому что это было миряне занимались переписыванием не священнослужителей. Священнослужители наизусть учили. А миряне занимались переписыванием. Это была профессия мирян. И они могли не знать, что они переписывают. Они просто копировали не зная, что они копируют. Естественно допускалось много ошибок. Если мемонические техники запоминания гимнов ригведы не позволяли внести от себя тяну, то письменность уже, к сожалению, допускала такие нюансы. И даже когда издавались эдикты о шоке, в зависимости от того, в каком регионе надо было донести информацию до населения, использовались разные слова. Например, в одном регионе использовали липи, в другом регионе использовались другие глаголы, дополнялись какими-то нюансами местными, региональными для разъяснения сути населения. Поэтому один и тот же эдикт мог приобрести совершенно разные нюансы в отдаленных регионах. Поэтому и не четкое переписывание текстов в Индии было, а пересказывание этих текстов. Поэтому такие большие разночтения иногда вылавливают исследователи в текстах. А это пример как раз южного направления писемности развития. Это Гранха. Видите вот такой красивый, замысловатый, кругленький как раз то, что является особенностью южных шрифтов индийских. Если кого-то интересует развитие письменности во времени, вот перед вами слайд. Исследователи собрали в каком веке, когда примерно самый естественный раз цвет письменности случился. Но это все условное деление, нет четкого такого разделения. Это просто условно, чтобы вы понимали, как ориентироваться по шкале времени. Депнаголи это один из позднейших шрифтов. 6-9 век нашей эры начинается. Так что Деванагри классический, он только 10-11 век развитие. И завершу я этот ряд написания разных письменностей современной способами записи санскрита. Не только на Деванагри, но и были разработаны. Это не единственная система разработана. Это одни из самых распространенных в настоящее время системы записи санскрита и аст, гаррд, киота и транс. Даже вот учебник учебяной, который я учила, в течение времени успел спробовать обе способа записи. И естественно, если мы говорим о письменности, я не могу не сказать о священной речи. Потому что именно с этого все и начиналось. Почему нельзя было записывать речь? Почему она была священной? Как уже Мастерс Юрьевич упоминал, из звука все вышло. Если вы изучаете Куран, если вы изучаете Тантру, вообще интересуетесь философией и историей Индии, то вы знаете, как каждая Курана описывает то, как создается Вселенная. Она создается из одного звука или из одной точки. И в Регвейде целый ген посвящен речи и описывает то, насколько она всеобъемлющая. Она не только создает Риша, она создает Баков. Именно в этом гимне речь стоит над богами. Она их прародительница. На четыре четверти размерена речь. Их знает брахманы, которые мудры. Три тайно сложенные четверти они пускают в ход. На четвертой четверти речи говорят люди. Их описано речь разделяется на разные уровни. В данном случае четыре уровня речи описываются. Мы с вами используем четвертый тот, который людям доступен. А три остальных либо для мудрецов, либо для святых, либо для богов. Они недоступны простым людям. В традиции индийской принято называть их вайкхай, то, чем я сейчас с вами занимаюсь, макхиум, пачьян и пара. По степени усложнения, утончения или освещения этой речи. Естественно, пара самый высокий уровень в речи. Почему к речи относились с таким священным трепетом? Как вы знаете, в индийской мифологии принято персонифицировать любой проявленный или непроявленный аспект жизни. И речь один из таких персонификаций речи богини влачь. Как раз Ригведа описывает, что она бесконечна, что от нее она дает благо адвесин, если ее почитать, из нее все исходит и к ней все возвращается. В антрических учениях или кашулист богу богу альбом один великолепнейший стратег военачальный царь развлекался со своими царицами, но, видимо, он плохо знал грамматику, и когда царица попросила не брызгать глинею водой на санскрите, он услышал совершенно другое, то есть он просто не знал грамматики, и она решила, что она попросила принести ему сладости. И когда он принес ей сладости, она его высмеяла, сказала, ты ничего не понял, муж мой, я тебе сказал совсем другого, ты безграмотен. Но он расстроился, обиделся, и его не ушел страдать. И его утешил его мудрец, который сказал, не беспокойся, я тебя всему обучу, и создал систему обучения, естественно, с помощью богов, создал науку для карана, обучил ей царя, и все стали счастливы. Так что не мужское начало здесь сыграло роль, а именно женское начало. Собственно, богиня речи, она тоже женщина, женская шахта. И в хашвирском шиваизме, и в тангре особенно очень яркий образ именно женской богини, в данном случае это тангрическая калия, которая окружена черепушками, на которых изображены акшеры, или буквы санскритского алфавита. Как же вы понимаете, они могли быть не только на дванагре написаны, они могли быть написаны на любой другой письменности. Тут главное не письменность, тут главное произношение. И вот эта сакрализация алфавита, варномала, матрика, это все названия алфавита. это развертывание вселенной из одной точки и свертывание обратно. Когда некоторые ритуалисты совершают определенные практики, они используют для этих практик алфавит, они начинают его читать сначала и до конца и обратно. Это сакральная техника, если знать, как ее выполнять. Без алфавита, без матрики не обходится ни один ритуал. Матрика и алфавит еще, если в такой интерпретации, это основа знаний, в нем все зашито. Любая янтра, любое изображение богов, оно связано с алфавитом. Любое имя включает в себя определенные буквы или фонемены. Это определенная энергия. И к каждой букве присуща своя энергия. Поэтому если вы знаете, как пользоваться этой схемой, вы знаете, как выстраивать вселенную. Ну, я уже как сказала, именно женская шахция создает вселенную, являя манифестируя алфавит. Но есть тексты, например, Шива Курана, ну, Вишну Курана своя история, где этим занимается мужские аспекты божественные. Шива Курана к таким Шабду Брахманам, тот, кто являет алфавит миру, вселенную создает, это Шива в образе Шабды Брахмана. Кому интересно, читайте восьмую главу. Здесь как раз очень подробно написано о том, как именно Шива являет Ом, как Шива являет дальше алфавит, и каждый в букве соответствует определенная часть тела. Ну, как вы знаете, тело Шивы, это вся вселенная. Примерно такая же история связана и с другими Куранами. Так что, этот способ явления вселенной очень сакринен, его нельзя обойти и опустить. Перед вами одна из работ моего учителя по каллиграфии, Читу Палава, и здесь как раз очень легко проследить о том, как инвестируется алфавит из одной точки, из бинду. Из нее рождается весь алфавит, постепенно развертывается, и в нее же потом все возвращается в конце времена. Считается, что формула АХАМ это фактически соответственно греческие Альфа и Омега, что А все начинается, Ха все заканчивается, а М носовой призвук в бинду это то, что их объединяет. Ну, естественно, любители интерпектировать скажут, какой из этих звуков соотносится с Шивой, какой из звуков соотносится, в шахте и как все это объединяется. Но сам принцип АХАМ или Я это вся Вселенная и соответствует его звукову. Макрокосм и микрокосм это одно, все, что наверху, то, что и внизу. И то, где нам следует искать источник всего, это мы сами, это АХАМ и это мантра, ключ вайм и это все связано с алфавитом. Тантре, кстати, в современном классическом санскрите 47 букв, а тантрические тексты говорят о 50 буквах. То есть там от АД, от ДАКША, там были дополнительные звуки, которые разумодействовали с определенными ВЕДА. Сейчас это сократилось. Почему надо было учить санскрит? Для того, чтобы знать ВЕДы, недостаточно было звучить их наизусть. Это слишком сложная, насыщенная наука, которая состояла еще из дополнительных шести ВЕДА, которые были необходимы Брамины для того, чтобы он грамотно работал с ВЕДами. Это была и фонетика, как раз звук, и грамматика Бьякарана, без которой уже стало Мартус Юрьевич и Грамм. Это была этимология, надо было понимать, что и как вы говорите. Это была и метрика, Чандас. Как вы это произносите? Потому что если вы произносите мантру неправильно, в лучшем случае она не сработает. В худшем случае вы кому-нибудь или себе навредите. Ну и конечно же для этого нужно было знать правильное время и совершать правильные действия. Поэтому Рьётиши и Кальпа это тоже основа этой данной. Ну так, на этом пожалуй я пока закончу. Может быть у вас есть вопросы. А на следующих лекциях я вас приглашаю на практические занятия. Попробовать писать буквы алфорита и понимать как это правильно писать. И где-то в апреле у нас будет класс каллиграфии. Так что желающие попробовать красиво написать буквы тоже приглашаются. АПЛОДИСМЕНТЫ